Приветствую вас, мои друзья! Это сериал Save the Eclipse. В нем я рассказываю про возрождение к жизни культовой тачки. В предыдущей серии я частично собрал заднюю подвеску и трансмиссию, попутно решив несколько проблем с рычагами и топливной системой. Теперь настало время завершить этот этап полноприводной переделки и, конечно же, поставить задние привода. Об этом 16-я серия проекта. Складывается странная традиция начинать рассказ с момента, где я отмываю детали. Но это же тюнинг. Все должно быть как минимум чисто, а как максимум зеркально. О том, как собрать трипоид внутренней гранаты, я упомяну позже, когда заберусь до передних приводов. Там все просто. А вот внешние гранаты собираются как кубик Рубика. Алгоритм этой сборки очень простой. В обойме есть два отверстия большего размера, нежели другие. Вот через них вставляется внутренняя звезда и обойма шаров шруза. Главное соблюсти направление и правильно поставить внутреннюю сторону. Она плоская. Шары вставляются последовательно. И вот вам небольшой лайфхак от меня. Любой трубой подходящего диаметра надо повернуть по кругу центральную звезду. И тогда шарики будут сюда центрованы и не доставят неудобств при сборке. Как я говорю, на протяжении всех серий смазки много не бывает. Но смазка бывает разная. Внешние гранаты я собираю на шрузовой смазке. Она обычно называется графитовая. А внутренние гранаты на смазке литольного типа без абразива. Это, конечно, мои заморочки. Но обоснование тут простое. Шрузофая графитовая смазка абразивная. И в трипоидах она будет разрушать игольчатые подшипники. Для тех, кто начинает говорить, почему-то вначале смазка не засунует. Видно что? Она выдавливает изнутри через шары. Сама. Когда мне будут платить за рекламу, я расскажу, что за марки смазки я люблю применять. А пока отвечу на этот вопрос только в комментариях. Смотрим. 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 В сотый раз устанавливаю задний подражник. Но этот раз должен быть крайней. Главное не забыть про шайбы с демпфером в основании крепления подрамника к кузову. И вроде бы процесс идет как надо, но выкопычно присутствует ложка демпфера. До сих пор не пришел заказный давным-давно пол переднего крепления редуктора. И придется еще раз частично разобрать эту конструкцию. Но это позже. А пока надо собрать все, что готово. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Кстати, вот те доработанные развальные рычаги, которые я сделал из передней приводных в предыдущей части. Их теперь намного легче устанавливать, чем оригинальные полноприводные, потому что целенблок разделен на два, и они ставятся посредственно друг за другом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продольный рычаг крепления заднего кулака, так же, как и нижний рычаг, устанавливается штатно. Пока финальной протяжки всех болтов не будет, поэтому углы, в которых стоит подвеска, не принципиальны. Амортизаторов-то нет еще. И я очень надеюсь, что они появятся к выходу следующей серии. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Я же по традиции прошу вас поддержать мое творчество лайками, комментариями и самое главное, репостами. Подписывайтесь на мой канал и рекомендуйте его друзьям. А на сегодня это все, всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok